Всем привет, меня зовут Павел и вы находитесь на канале, который посвящен всей околоигровой тематике. Хотел бы сразу извиниться за то, что видео выходят достаточно редко. Я много всего снимаю, различные закрытые бета-тесты, секреты, прохождения, но не могу все это выкладывать, потому что на монтаж уходит времени достаточно много, а я летом очень сильно занят. Да и вы, наверное, отдыхаете на пляжиках, ездите на море, не до игр в общем. Вот закончится лето, наступят холодные времена, и тогда за чашечкой чая, либо кофе, можно будет посидеть и позадротить. Плюс ко всему, я бы хотел, чтобы мои видеоролики были достаточно короткими, но при этом интересными, поэтому я объединяю только самые лучшие моменты из целой кучи гигабайт от снятого видеоматериала. Так давайте перейдем непосредственно уже к теме данного видео. Вы уже могли понять, судя по названию, что именно я буду показывать в этом ролике. Тестирование некоторых популярных игр, которые имеются у меня в наличии, на трех Full HD мониторах с диагональю 27 дюймов. Я этим решил заняться только потому, что у меня есть такая возможность. Для начала вообще покажу, как именно активировать возможность играть на трех мониторах. Нажимаем открыть панель управления Nvidia и выбираем вот такую вот строчку. Настройка, Surround и Physics. Далее нужно установить флажок на пункте расширения дисплея с помощью Surround, но пока он не активен, это потому что я не подключил мониторы к компьютеру. К сожалению, на моей видеокарте только два HDMI порта, поэтому третий монитор подключал уже через DisplayPort. Для того, чтобы нормально воткнуть все разъемы, пришлось слегка подогнуть корпус. Карточка у меня Nvidia 1060, и в общем-то под нее мой компьютер был не особо рассчитан. Но тем не менее, все удалось подключить. Поначалу проверю на двух мониторах. Зайду снова в настройки и проверю, активна ли галочка. Да, ее включить можно, и теперь мы можем настраивать наше расширение экрана. Также выбрать, какую из видеокарт мы хотим использовать, в случае, если у нас их две, расположение мониторов по диагонали, по вертикали, разрешение, герцовку. Правда, разрешение особо менять у меня не получилось, оно только одно стоит, но это, в общем-то, и не важно. Ведь один хрен это максимальный для моих мониторов, больше уже не сделать, а меньше и не хочу. Очень важно правильно настроить порядок расположения мониторов. Это можно проэкспериментировать, подвигая окошко между мониторами и посмотреть, правильно оно переходит из одного в другой. Иногда порядок может смениться и будет все наоборот. В моем случае именно так и получилось. Как видите, в окошке показано, что мониторы идут под цифрами 1, 3, 2, то есть не в своих числовых порядковых номерах. Все это можно поменять, если переткнуть кабели в самих мониторах, либо в видеокарте, также настроить в видеодрайвере, либо попросту переставив мониторы по отношению друг к другу. Также небольшой проблемой оказался недостаток свободного места на столе, но это уже мелочи. Начнем тестирование, и первой игрой я, естественно, испытал HeartWorld. Сначала решил провести тесты на двух мониторах, и уже потом на трех. Что можно сказать? Разрешение, игра хорошо воспроизводит, все показывается, отображается, нет никакого растягивания, можно смело играть, при этом встречаются некоторые интересные баги, но об этом я уже рассказывал в предыдущем видеоролике, а в этом уже буду непосредственно о ощущениях и о игровом процессе. Ну что тут можно об этом сказать? Видите, вы на двух мониторах гораздо больше и шире, чем ежели будете играть на одном мониторе. Есть только одна серьезная проблема, это рамки мониторов, которые закрывают ваш прицел. На итоговой записи этого уже не видно, но, как вы можете заметить, она не помещается в наших стандартных мониторах из-за своей ширины. Ощущения достаточно необычные, иногда глаза разбегаются, но в целом эффект присутствия действительно есть. Я специально решил показать итоговую запись, потому что снаружи, когда я снимал видеокамеры с себя сзади, все совсем не так. То есть видеокамера не передает той палитре цвета и того эффекта погружения, который вы можете увидеть своими глазами во время игры на двух и на трех мониторах. Бывало так, что я ругал разработчиков Heart World за различные баги и недоработки, но вот в плане растяжения разрешения на все мониторы, тут их можно похвалить. Не знаю, именно их, либо разработчиков движка Unity, но в целом Heart World идет хорошо. И дальше я вам покажу, что более топовые и дорогие игры с таким разрешением вообще не справились, а Heart World держался молодцом. Бах с прокляткой стенок, да, он появился, но многие будут ему даже рады, а не то, чтобы прям говорить, что это какой-то недостаток. Такая же чепуха выскакивает у владельцев мониторов, у которых широкие форматы и соотношение сторон примерно как 21 к 9. Ничего тут не поделать, всего разработчики не могут продумать. Ведь можно подключить великое разнообразие различной аппаратуры, и все это будет работать, и неужели разработчики должны в коде писать и для 6, и для 9 мониторов, и для квадратов, и для прямоугольников? Конечно же нет. Главное, чтобы работало и более-менее корректно отображалось. И тут надо отдать уважение своей одной из самых любимых игр за то, что она позволяет запускать картинку именно в таких больших широкоформатных разрешениях. Ведь играть я буду все равно на одном мониторе, это гораздо удобнее. А с тремя я просто побалуюсь, посмотрю картинки, и отключу все обратно. На этом вот видео я вам покажу разницу в разрешениях и в углах обзора для разного количества мониторов. Сверху один, чуть ниже два, и в самом нижнем ряду три монитора. Следующий по тесту я решил сделать ту игрушку, которая мне очень нравится. Называется она Subnaftica, и в общем-то все хорошо отображается, пока вы не погружаетесь в воду. Разработчики не предусмотрели увеличение маски, что носит на себе наш аквалангист. Но игровая картинка достаточно корректно растягивается на все два монитора, и по итогу у нас получается вот такой видеокадр. Да, маска мешает конкретно. Получается, что более-менее комфортно, мы можем поиграть только на Full HD разрешении, где будет 1920 на 1080 пикселей. А уже больше маска будет нам заслонять, и в опциях я не нашел, где ее можно убрать. Наверное, даже и нельзя. Обидно, что игра, рассчитанная на созерцание красивых подводных пейзажей, не заточена на использовании широких форматов. И ведь это не самое большое разрешение, а всего лишь 3840 на 1080, что еще далеко от максимального. А вот что выдала игра нам в разрешении 5760 на 1080, то есть когда я ее запустил на трех мониторах. Ничего хорошего. Казалось бы, Subnaftica, рассчитанный на суперграфонистый графон, не способна его отобразить в широком формате, для того, чтобы мы с полным удовольствием могли его созерцать. И это как-то странно. Игра достаточно сильно заточена на графику, и при ее покупке вам также дополняется VR-версия, для того, чтобы вы могли пошпилить в нее в очках виртуальной реальности. А вот в широком формате, даже на цельных мониторах с отношением сторон 21 к 9, поиграть в нее не получится. Несмотря на то, что картинка вроде бы отображается на всю ширину, но эта ужасная маска закрывает вам полэкрана. И вроде бы как все видно, но надоедает и раздражает. В обзоре игры на данной конфигурации я никак не мог пропустить Rust. Игра должна быть в этом обзоре, и посмотреть как и что там идет я очень хотел. И честно говоря, он порадовал. Прицел, который в Фертворде находился между рамок мониторов, в Rust особой проблемы не предоставит, потому что в нем нет прицела. Тут разработчики из Face Punch борются за реалистичность, они даже сделали несменные полы у персонажей, с которыми вы начинаете игру, поэтому в жизни у нас нет прицела, и в игре его не будет. К слову сказать, ситуацию с прицелом можно решить тем, что запустить игру в окне и немножечко сдвинуть вбок. Таким образом вы сможете его нормально наблюдать, созерцать, а рамка окажется не по центру экрана. Но что-то мне было и так достаточно комфортно, поэтому извращение с запуском игры в окне я даже и не стал делать. На итоговой видеозаписи заметны некоторые подтормаживания, хотя в реальном времени, когда я смотрел на мониторы, ничего подобного не было. Отсюда я сделал вывод, что не справлялся с подобным потоком видеоинформации именно в андикам, то есть если бы я записал через ShadowPlay от Nvidia, то все было бы хорошо. Также могу предположить, что слабым звеном был жесткий диск, ведь у меня обычный саташный, а не какой-то там SSD, поэтому он может медленно записывать и терять часть информации. На широких разрешениях и двух, и трех мониторах мне показалось, что картинка куда лучше, чем на одном мониторе. Почему-то она какая-то более реалистичная, более красочная и так не привлекает, когда запускаете игру на одном мониторчике. Такого же бага с прокляткой стен, как был в Фёрдворде, в Расте почему-то нет, такое чувство, что разработчики это предусмотрели. Эффект рыбьего глаза и небольшое растягивание на краях экрана присутствует, да, но он поменьше, чем в Фёрдворде, поэтому менее заметен и не так сильно раздражает. Единственное, что разработчики не предусмотрели, это растягивание менюшки на все экраны. Знаете, очень геморройно выбирать сервер и в то же время посмотреть, сколько игроков на нём в данный момент находится и какой пинг. Приходится вращать башкой на 180 градусов и очень долго что-то там пытаться найти. Когда вы меняете настройки в опциях, всё то же самое. Чтобы понять, насколько всё это неудобно, курсором по линии вести от одного края экрана до другого, чтобы не ошибиться линеечкой, надо, конечно, всё это испытать самостоятельно. Возможно, вы уже заметили, что при запуске на трёх экранах с тенями творится какая-то невообразимая дичь. Думаю, это происходит по тем причинам, что видюшка не успевает справляться с обработкой всей графики на таких огромных разрешениях, ведь ей нужно выводить картинку с разрешением в 5760, при этом обрисовывать все тени, эффекты, освещения, блики, различные взрывы, пыль, и это достаточно большая нагрузка. На моей видюшке 1060 от NVIDIA есть функция тихого охлаждения, то есть кулера не вращаются, пока она не достигнет более-менее такой приличной температуры, по-моему, около 60 градусов. И они наконец-то завращались, то есть такое разрешение способно нагрузить эту видюшку. И это при учёте того, что я заранее снизил графику, для того чтобы нагрузку на видеокарту уменьшить. В целом, играть на таких форматах в расти удобно, комфортно и даже приятно. Я бы всегда так играл, и однозначно этой игре зачёт за то, что всё хорошо предусмотрено и сделано. Но раз уж мы начали тут разговор об играх, которые смогли, то сюда же мы запихнём и контру. С отображением картинки на таких широких форматах игра справляется отлично. Единственная проблема со всеми надписями, то есть чат, какие-то панельки здоровья, оружие и различные иконки, всё это очень большое. Но в целом, наверное, всё это и не важно, ведь играть на таких конфигурациях и таких мониторах вы вряд ли будете. Игра больше заточена под один монитор и становится неудобно, когда вы растягиваете картинку на такую большую длину. Однако ж, всё равно, для таких же извращенцев, как я, которые хотят, ну просто, проверить, а что будет, если подключить вот так вот три монитора, либо для тех, кто обладает мониторами с соотношением сторон 21 к 9, игру сделали способные воспроизводить такие разрешения и всё нормально и корректно отображать. Правда, на двух мониторах играть будет неудобно, прицел оказывается как раз ровно между рамок и тут это играет очень большую роль. Ведь в контре-то, по сути, важен каждый миллиметр, чуть двинули, уже не попадаете или прописываете хэдшот. В общем, всё решает вот такие вот маленькие незначительные движения, плюс ко всему разброс пули и всё такое, но это я уже не буду учитывать. На трёх мониторах таких проблем прямо нету, но единственное, что ваше боковое зрение ничего не будет улавливать с правого и с левого монитора, потому что вы просто будете следить в основном за центральной областью вашего основного экрана. А вот теперь игра, которая однозначно рулит и побеждает все прочие в данной категории, которая отобразила во всех разрешениях всё просто на идеале. Эверспейс, игра, которая достаточно быстро смогла выйти из раннего доступа, считается мною, наверное, одним из лучших рогаликов, в которые я играл, и, в общем-то, она идеально справилась со всеми разрешениями. Сейчас посмотрите, как она работает на одном мониторе. А теперь для сравнения, как сильно увеличивается площадь обзора, если вы играете на двух мониторах. Не слабая прибавка, да? А теперь давайте сравним две картинки между двумя и тремя мониторами. Тут уже мы начинаем видеть и все внутренности корабля. Вообще просто супер, я даже не знаю, как это описать. Мало того, что виды в Эверспейсе и без того хороши, а на трёх мониторах у вас есть какой-то такой эффект более полного погружения, или не знаю, как это ещё назвать. Не VR, конечно, но какая-то его демо-версия. Конечно, играть на трёх мониторах в подобные игры, я считаю всё равно извращением. Я всё это запускал лишь для того, чтобы посмотреть картинку, проанализировать как оно и испытать какие-то ощущения. Вот такая разница между одним монитором и тремя мониторами. Это сейчас, когда картинка находится в пределах нашего поля зрения, достаточно в узком формате, мы видим практически всё и сразу, и это действительно функционально. Вы можете любого врага заметить ещё на подходе. Но когда вы играете, обставив себя мониторами, большую часть изображения вы ловите лишь боковым зрением, которое не особо-то и фокусируется, и лишь только центральную часть вы нормально воспринимаете и можете быстро реагировать. А вертеть башкой, разглядывая всё на всех трёх экранах, не совсем вам будет уютно, комфортно, удобно, быстро утомитесь, и возможно даже и голова заболит. Но самое главное, что видно, игру запиливали под такие разрешения. В ней все ярлычки находятся по центру, а не как в контре на крайних экранах. То есть всё сделано для комфортного применения. Да, глаз не фокусируется на изображении, выводимом на крайних мониторах, но зато присутствует эффект погружения. В данном соревновании Everspace просто забирает первое место за то, что в нём всё продумано для использования такой графики. А вот теперь пошли аутсайдеры, игры, которые совершенно не смогли справиться задачей, и первое в этом списке будет Overwatch. Честно говоря, игры от Blizzard меня последнее время только расстраивают. Даже в таком незначительном испытании, как отображение игры на трёх мониторах, либо хотя бы на одном широкоформатном мониторе, здесь не прошла игра. Даже Heartworld и Counter-Strike справились с этой задачей, а тут игруха за два штукаря ничего не может сделать. Вот максимум, который мне удалось получить в Overwatch, можете сравнить с Counter-Strike. Больше эта игра не может ничего сделать. Как я её не пинал, как не менял настройки, ничего не получил. А вот ещё одна игра, которая решила пойти другим путём. Она попыталась обмануть и сделать вид, что удачно отображается на все экраны, хотя на самом деле просто на них растягивалось. При этом картинка у вас была гораздо меньше, чем на одном мониторе. Arc Survival Evolved. Очень классный проект, который бы я очень хотел видеть на всех трёх мониторах, но, к сожалению, игра для них не предназначена, и в неё можно поиграть только на одном. С двумя экранами ситуация вроде бы как не особо плачевная, и мы что-то видим, что-то отображается, но можно заметить, что руки откуда-то выскакивают из-под экрана, и особо их не видно. Они как будто все урезаны. Но ситуация очень сильно прояснится, как только игру мы запустим на трёх мониторах. И тут вот начинается полный атас, вы как будто смотрите на игру через замочную скважину. Очень сложно вращать камеры, очень сложно что-то рассмотреть, и, возможно, некоторые спросят, а кому это нафиг надо, все играют на одном мониторе. Да, это именно так, но дело в том, что у некоторых есть широкоформатные мониторы соотношением сторон 21 к 9, и как им играть в эту игру? Дело в том, что они получат уменьшенный обзор. Можно, конечно, уменьшить разрешение, сделать его более квадратным до привычного монитора, но тогда на широкоформатных будут сбоку полосы, а это как-то неуютно. Хотелось бы, чтобы мир игры отображался на весь экран. А игра будет вот таким образом растягивать картинку, убирая все, что не вместилось за границы обзора, и это очень неудобно, ребят, очень. Вот поверьте, я пытаюсь перемещаться, и хоть как-то понять, где я нахожусь, но это сложно. Рук вообще практически не видно, даже когда вы собираете траву, вы просто видите, что она в вас собирается. Я пытался всячески изменить разрешение, настроить окно, запустить игру в режиме окна, подвигать, нет, нифига не получается. Арк не предназначен для таких разрешений, хорошо это или плохо, судите сами. А вот еще игры, которые очень радуют на подобной комплектации, мониторов, и это Blade & Soul. Также сюда войдут любые другие корейские ММО проекты, World of Warcraft и все прочее. Теперь красотами глянцевых булок вы сможете наслаждаться в очень больших разрешениях и широких форматах. Но не попами одними славятся данные игры, и пейзажи достаточно красивые, и рецезреть их в широком формате одно удовольствие. Единственная сложность поначалу, что панели разбредаются по всем мониторам, но благо в этой игре есть возможность их настроить и сдвинуть так, как вам удобно. И я думаю, такую функцию нужно добавить вообще в каждую игру. Также присутствует возможность вообще убрать весь интерфейс с экрана и лицезреть красивую картинку, а управлять все хоткеями. Я думаю, вы можете заметить, что ширина обзора действительно увеличивается, и эффект рыбьего глаза так сильно не проявляется, как во многих предыдущих играх. И несмотря на то, что Blade & Soul не особо-то меня и привлекает, ведь на данный момент в игре, кроме няшных красоток и изумительных пейзажей, ничего интересного я больше не увидел, но тем не менее игра отлично справляется с данной задачей. А это значит, что разработчики все-таки там не дурака валяют, а продумывают все до мелочей в своей игре. А еще заметил, что не было никаких пролагиваний и торможений, несмотря на то, что запущено все было практически на ультрах и в разрешении 5760 на 1080, что похвально. А это значит, что данная мемошка даже на калькуляторных компьютерах может вполне так неплохо работать и радовать красивой картинкой. Это вам не Rust, который тормозит даже на более-менее хорошем железе, при этом картинка подчас хуже, чем в этой игрушке. Правда, вот Rust в разы интереснее, чем все эти многопользовательские онлайн-рпгшки, но вот тут, знаете, крайности и в одной игре, и в другой. Одна задротная, а вторая не оптимизированная. Будем надеяться на улучшение ситуации, а пока на данном этапе я решил закончить с тестами всех интересных игрушек. Лучше всего показала себя, естественно, Everspace и Blade in Soul, а очень плохо показали себя Overwatch и Subnautica, к сожалению. А, ну да, еще и ARC. Вот это было вообще полное разочарование. Но для людей, не обладающих тремя мониторами и не совершающих подобное аппаратное извращение, разницы в этих играх не будет никакой, все они будут хорошо идти, и тут уже дело предпочтений. Я всего лишь хотел протестировать наиболее популярные игры, некоторых у меня, конечно же, нет, но те, которые были, я испытал. Нагрузка при таких тестах на видеокарту очень сильная, и немногие карты позволят вообще подключить три монитора. Но, тем не менее, что получилось, то и показал вам. Надеюсь, данный видеоролик был интересным, и хоть какой-то информации, в основном даже развлекательной, он вас снабдил. Играть в таких больших разрешениях и в данной конфигурации мониторов, хоть и прикольно, но со временем утомительно и становится неудобно. Так что это не для постоянного пользования, а только для того, чтобы испытать ощущения. Что ж, если видео вам понравилось, то можете поставить ему лайк, также пишите все ваши мысли в комментариях под данным видеороликом, я их читаю и стараюсь как можно быстрее отвечать. На сегодня у меня на этом все. Спасибо за просмотр, лайк, либо комментарий, за любое участие в жизни канала. Увидимся в следующих видеороликах. Всем пока!